Всем доброе утро! Искусного, полезного Прованса! Вы на канале Элина Франс. Я занимаюсь здесь с кедровыми орешками, пересыпаю маленькую баночку. Храню кедровые орешки, которые мне прислали в подарок. Вот такой дорогой супер подарок. Я их храню в холодильнике. Посмотрела информацию, как правильно хранить кедровые орехи. Когда они вскрыты от упаковок, то лучше их хранить в холодильнике. Вообще, конечно, орехи, которые в шишках не окисляются, не так быстро окисляются. А вот эти орехи очищены. Нужно быть осторожным, они окисляются. Есть две информации. Можно хранить в холодильнике, можно замораживать. Я храню в холодильнике. И вот рецепт доктора Шишонина. Многие, оказывается, его знают, но потом осмотрят этого доктора. Кедровые орешки со сливочным маслом. И я забыла сказать, что прополис он туда еще добавлял. Такой сухой гранулки прополиса. У нас в биомагазине продаются. На свежих полках, в холодильниках. Есть сухой прополис, есть вообще свежий-свежий. И он стоит достаточно дорого. Маленькая баночка, около, наверное, 30 евро. Кто использует прополис, напишите в комментариях. Будет очень интересно. Нравится вам. И вообще, все, что пчеловодство, вы используете для здоровья. Напишите в комментариях. Я здесь увидела на пакете со спирулиной из моринга. Который я вам показывала, что можно делать энергетические конфетки. Вы мне многие писали, что покупали спирулину в порошке. И это ужасно невкусная моринга. То же самое. И вот, знаете, я тоже попробовала первый раз сделать. Правда, я их разрезала на две части. Они у меня большие получились. Эти конфетки нашла рецепт на кокосовом масле. И внутрь добавляешь спирулину или моринга. Получается, вкус почти не чувствуешь. Но энергии дают. Вот такая маленькая половинка. На полдня ты заряжена энергией. Если вам интересно, то мы с вами обязательно сделаем. Напишите в комментариях, если, конечно, вас интересует. Вот. Получается, прям настоящие конфетки можно еще добавить. В следующий раз я добавлю какао, которое нужно мне будет прикупить. Будет такая сладость полезная. Привет, Изьё. Изьё. Это кошка брата Александра, Стефана. Он сегодня работает здесь. Для своей ассоциации строит из дерева что-то. Так, у Полин нет. Я поставила тут чашечку кофе на пол, чтобы поднимать Изьё. А у Полин решила кофе попить. А Александр болтает с Лильяном. С Лильяном. Мы переводили как осина. Вы нам сказали, что я снимала не березы, а осины. И по-французски это трамбль. Тоже говорят очень редко. А мы сегодня без Даниэля. Даниэль у нас уехала к врачу. Представляете, у ней раздуло ногу. Мы перепугались, думали, что это после прививки тромба. А это сейчас будет проверять. Вроде бы как флебит. Не знаю, вот сейчас она уехала к врачу. И мы даже сегодня не пришли на обед. О, подождите минуточку. Не пришли мы на обед, потому что она с ногой мучилась. Мы говорим, отдыхайте лучше. Смотрите, у них кактус. Кактус расцвел. Красиво как. А у нас есть фильмы. А у нас есть фильмы. И сауси. Ты видишь, Роза, как у меня уфер, как у меня университет. У нас есть три года. А у нас есть. Да, да. Киро-роза. Алик схвастается отцу своей розой. Которая сцена. Алик, алик, алик. И у Полин здесь. И там он, Стефан, работает. Под дерево. Он вчера так расстроился, так расстроился. У них отменили праздник в мае, в конце мая. Из-за ковида сказали, все-таки не будет хоть 19-го все открывается. Ты смотришь, что твой хозяин делает? И он прям позвонил брату, такой расстроенный, прям чуть не плакал. Говорит, мы уже все подготовили. И все отменяют во Франции. Ну, а мы сделали все дела в деревне и сейчас домой поедем. Не дождались мы Даниэль, поехали домой. Она еще была у врача. Ну, созвонимся и спросим. Если что-то срочное, она нам обязательно позвонит. Надеюсь, что все хорошо с ее ногой. Мы заехали к ним в биомагазин большой и я увидела эвкалиптовый мед. Я про него очень много слышала, но попробовала первый раз. Или пробовала уже очень давно, даже не помнила. Знаете, наверное, вы многие про него слышали. Родина этого меда Австрия, если я не ошибаюсь. И вот этот мед, в принципе, как обычный мед, он такой, у него ореховый такой цвет и он очень-то запашистый. В нем все свойства меда, полезного меда, но также в нем эфирные масла. Этот мед очень рекомендует, когда у вас какое-то простудное заболевание, заболели легкие, кашель, насморк, также какое-то воспаление. Вот две чайные ложечки, одну чайную ложечку, одну-две чайные ложечки такого меда и, в принципе, пойдете на поправку. Вообще, многие говорят, что мед это лечебное средство, его просто так есть нельзя даже, некоторые говорят диетологи. Наши так не говорят, они говорят, что можно одну-две чайные ложечки без проблем. А здесь и вкусно, и полезно. Я, как использую, я люблю, как моя бабушка в Сибири, вот на ночь одну чайную ложечку. Она пила с горячим молоком вместо снотворного. Или, знаете, когда не могла заснуть, прям вставала, кусочек черного бородинского хлеба, ложечку меда и молоко теплое подогревала. Это было супер-супер снотворно. А я просто с чаем ложечку меда очень люблю, обожаю. И так как в него входят эфирные во сна, засыпаешь, прям супер-супер. И еще в этом меде очень много железа, меди, много там всего. Поэтому прочитайте про этот мед. Не знаю, продают у вас или нет, но замечательный мед. Мы вот купили мед, и я искала своя любимая какао. Сейчас вам его также покажу. И напишите в комментариях, какой ваш самый-самый любимый мед. Может быть, вы что-то порекомендуете мне попробовать. Мне нравятся многие. Мне нравятся эвкалиптовый, лавандовый, из розмарина. Ну, здесь в Провансе их очень много разных. Вот моя любимая какао. Раньше я его часто показывала, но потом что-то я его не покупала, не видела нигде. И сегодня увидела это какао Крю. Вот и марочка, как называется. Замечательное какао, совершенно необработанное. Прям супер-супер. У нас 200 грамм стоит 4,30 или 4,50 евро. И еще взяла вчера абрикосы. Я люблю такие абрикосы, чтобы они были черные-причерные. Значит, в них нету ни сульфита, ни ничего-ничего. Сейчас посмотрим ингредиенты. Ну вот, посмотрите, какие должны быть ингредиенты. Ингредиент. Абрико. Ничего в них не должно быть. Ничего, ни сахара, ни сульфата, ничего на свете. Поэтому, да, во Франции такие можно найти. И абрикосы, и чернослив. Обязательно смотрите на этикетке, когда покупаете. Что еще вам забыла показать и рассказать? Уже не помню. Если что-то найду, то обязательно расскажу. А вот, смотрю, изюм меня Александр попросил. Тоже в биомагазине мы его покупаем. И тоже сейчас давайте с вами сегодня будем анализ проводить. Давайте посмотрим, что всходит в состав. Вот, сушеный виноград и вид винограда. Больше. А нет, масла добавили. Немного масла добавили. Я думала, один виноград. Ну, хотя бы сульфитов никаких нет. Девочки мои дорогие, ходила я сегодня к своему лечащему врачу, чтобы он выписал мне рецепты, которые не хватает. Чтобы выписал на витамин D проверить. Потому что она нам сказала каждые 3 месяца пить. Но я без анализов не хочу пить. И так же, чтобы она там выписала кое-какие рецепты, которые у нас закончились. И мы вот и ждали нашего приема. Смотрим, уже 20 минут проходит с того времени, как приема нет. А в это время у нее везде вот, в принципе, наш лечащий врач. Она просто врач. Я даже не знала, что она там делает какие-то уколы красоты. Представляете? И вот везде брошюрки лежат. Я такая смотрю и читаю. Мы с Алексом все читаем, читаем. Я думаю, о, вроде как француженки. Раньше это не было у них популярно. А сейчас прямо везде вот эти вот брошюрки уколы красоты. Я здесь все про это прочитала. Все изучила. И думаю, ну что же она так долго? Что же это она так долго? Выходит француженка, и у ней маска спущена, потому что ей нельзя было сразу маску одевать. А у ней обколоты. То есть видно, что уколы были поставлены вот в эту носогубную складку. Я захожу, а мы с ней такие друзья с нашим лечащим доктором. Я говорю, что уколы красоты ставили. Она говорит, ага, возьми вот коробочку, почитай. Я говорю, ну давайте для интереса покажу своим подписчикам, какая марка популярная во Франции. Ну здесь их много. Но вот выпускает вот эта марка Синклер. И у них разные-разные уколы красоты. Продается вот в такой коробочке. Здесь все так написано, примеры приведены. Я хотела просто спросить, у вас такая марка есть или нет? Она говорит, вот у нас в Провансе очень популярная марка. И говорит, даже на русском там есть. Девочки, я прочитаю, потом я вам все расскажу. Если вам интересно, напишите в комментариях. Я у нее говорю, скажите мне, сколько стоит. Например. Ну она говорит, ну зависит от того, вот куда вы будете уколы. Колоть эти красоты, куда просят француженки. Я говорю, ну вот, например, если вот, как сегодня, девушка просела. Молодая девушка, кстати, вышла. Для меня молодая. И я говорю, она вот в носогубку колола. Носогубка стоит 250 евро. Так что вот. Почитаю, что здесь такое. И вам потом расскажу. Кстати, производится все, где у нас, в Нидерландах, что ли. Ну, я потом все расскажу вам, когда почитаю. Не знаю, существует у вас эта марка или нет. Пишите в комментариях. Будет интересно. А так вот. Уколы красоты теперь можно поставить у нашего лечащего врача. Все зарабатывают как могут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!